Ну вот на этом пути ты идешь, и вот представь, а Иисус тебя ждет, понимаете? Он ждет тебя где-то впереди, Он ждет, стоит со своим источником, благословением. В этой долине Он стоит и ожидает тебя, чтобы открыть для тебя то, что можно открыть только пройдя этот путь. На меня должны влиять люди, которые жизнью и плодами доказали, что они имеют на это право. Сначала мысль, потом чувство, потом воля. Бог, Он, вот, Он нас посвящает, когда такая радость, Он нас посвящает это такое счастье. Бывают моменты, когда, знаете, когда Бог, Он нас не посвящает. Когда как будто бы мы идем и просто делаем Его дело. Мы можем видеть, как Он действует через нас, но нам так бывает нужно, чтобы Он действовал для нас. Понимаете? А есть моменты, когда кажется, что Он для нас не действует, а действует через нас. Понимаете? И вот это такие тяжелые моменты, знаете, на самом деле. Потому что ты служишь, ты как будто отдаешь, да? И все мы нуждаемся в том, чтобы отдавать. Иногда тебе надо получать. И бывает так, что ты не переживаешь каких-то вещей, где когда-то на тебя мир обрушивается. Понимаешь, там, счастье, радость, там, слово какое-то пророческое. Понимаешь? Или кто-то из людей, там, тебя поддерживает с каких-то, которые в самом деле, там, могут поддержать. А они берут и не поддерживают. Когда ты думал, что вот, ты помогал, вот здесь ты делал, вот здесь ты служил. И кажется, ну, эти же люди не могут вообще не помочь тебе. А они говорят, нет, мы тебе не поможем. Это очень тяжело, знаешь? И как будто бы, ах, тяжко, да? Да. И зачем-то это тоже нам нужно, чтобы мы, проходя это поприще, да, нашли. Знаешь, вот как в долине открыли источники. Потому что очень часто Бог нас ожидает. Мы идем, вот смотрите, так нам тяжело, так нам так даже где-то обидно, нам так досадно. Мы унижены бывают, отвержены. Понимаешь? Это как что-то неизбежное, если ты как служитель идешь, понимаешь? Да. Ты можешь говорить об этом, да, но многие могут не понимать, а как так, да, там. И вот это одиночество, да, оно тоже может присутствовать. Ну, вот на этом пути ты идешь, и вот представь, а Иисус тебя ждет, понимаете? Он ждет тебя где-то впереди. Он ждет, стоит со своим источником, благословением. В этой долине Он стоит и ожидает тебя, чтобы открыть для тебя то, что можно открыть только пройдя этот путь. Да. Невероятно. Только пройдя этой тропинкой ты можешь прийти к этому благословению. Потому что когда тебя поддерживают, когда все тебе благодарны, когда ты видишь, что всем до тебя из дела. Но знаешь, ты еще как на человеческих дрожжах едешь, понимаешь? А когда все человеческое рушится, и ты остаешься, то вот здесь вот там Иисус. Поняли? Там Иисус. И бывает Он ожидает нас, чтобы явить Свою славу. И бывает так долго, вот запомните то, что я скажу, братья дорогие, бывает так долго, когда вот долго-долго не свершается что-то, во что ты веришь. Понял? Да. Очень долго. И вот так важно, когда ничего не происходит, не начать что-то предпринимать самому. Поняли? Да. Не начать думать, что, наверное, Бог не свершит этого. Нет. Вот это долготерпение Бога, которое вырабатывает у тебя, даже в это испытание какое-то так долго длится, что ты думаешь, Боже, ну я привык, что так, ты уже как будто знаешь Бога. Ты уже как будто знаешь, как все работает. Ты уже как будто знаешь Библию. Но оказывается, ты не всю Библию знал. Да, да, да. Понимаешь? Как сегодня мы с Викторией, мы начали разговаривать, и мы начали разговаривать за великих людей Божьих. И я говорю, ну вот смотри, как, знаешь, мы увидели это, да? Я говорю, смотри, Виточка, вот за Иосифа, мы просто говорили за четвертое измерение, знаешь, там, я говорю, Иосиф, он имел дух на себе, дух превосходства. Не над людьми, а вообще вот дух превосходства, когда мы говорим, это не имеется в виду над людьми дух превосходства. Это дух превосходства, который просто помогает человеку, да, двигаться вперед. Понимаете? Да. Он так просто, можно его так называть, да? Да. Он с детства имел эти одежды, да, разноцветные. Он имел на себе дух превосходства. И вот его берут и продают в рабы. Он приезжает как раб в дом Патифара, известного человека в Египте. Понимаешь? Он служит. Иосиф тоже такой стал. И вот Иосифа обвиняют в изнасиловании. Жены. И не просто обвиняют, а его садят в тюрьму за изнасилование. Ужас. Иосифа. Мы когда-нибудь задумывались об этом? Вообще нет. Понимаете? За изнасилование его посадили, и он отсидел 13 лет. Ага. В тюрьме, представь, в Египте. Ага. Не месяц, не два, не три, не год. 13 лет он отсидел. И сидя в Египте, он сохранил веру в Бога. Он не разочаровался. Не разочаровался. 13 лет. И казалось, его жизнь протекала уже вся. Он уже был таким взрослым, друзья, что уже его братья, они уже были, как знаете, его отец был старцем уже, понимаете? Угу. Уже старцем. Когда Иосифа украли, Иосиф был мальчиком. Тут он уже взрослый, состоявшийся мужик, который всю жизнь провел в рабах и в тюрьме. Но которому Бог дал обетование и видение, друзья, что он будет великим, и что отец и мать поклонятся ему. Он мог разочароваться тысячу раз. Сто процентов. Но он верил в Бога, понимаете? Вот что интересно. Он был среди Египта, где поклонялись идолам. Он был в тюрьме, где все поклонялись идолам. Он был везде, где поклонялись идолам. И вот, пожалуйста, в конце концов, он все равно верит Богу. Понимаешь? Да. И Бог, как будто бы ничего не может произойти уже никогда. Но вдруг, но вдруг, какие-то сигналы. Попал Хлебодар и Виночерпий, царя в тюрьму. И сны им снятся, он разгадал их. Хлебодара помиловали. И вот, он ему говорит, вспомни обо мне. Ну, что здесь, да? Ну, вот приходит день, когда Бог посещает фараона. Дает ему сон. И никто не может вора задать. Все пытаются помочь фараону. Но Бог сказал, никто ему не поможет. Бог владеет всеми обстоятельствами. И он говорит, пусть позовут этого заключенного, этого зэка. Пусть его позовут прямо из тюрьмы. Пусть он придет и расскажет мне. И приходит Иосиф, разгадывает ему сон. И по какой-то причине Бог дает фараону понимание, что Иосиф такой мудрый, что фараон может ему доверить весь Египет. Я думаю, в сердце фараона, в его жизни, у него появилась до этого нужда. Он уже разговаривал об этом со своими близкими, с женой, со всеми. Он беседовал и говорил, мне нужно, чтобы кто-то появился и управлял всем этим Египтом. Для меня это бремя. Почему я буду это делать? Я хочу просто быть фараоном. Понимаешь? И он искал, и он попробовал одного, у него не получилось. Попробовал другого, у него не вышло. Попробовал третьего, вообще поражение, понимаешь? И он просто смотрел, что все равно все валится на него. Но потом, когда привели Иосифа, он говорит, так вот этот человек. Вау. И он ему дает весь Египет. Вау. И говорит, ты все делай. И Бог дает такую мудрость Иосифу, что Иосиф говорит, нужно взять 20% откладывать, и весь мир тебе поклонится через 7 лет. Вау. И фараон говорит, лучшего человека не найти. Класс. И вот приходят все братья, приходит отец. И вот, пожалуйста, ситуация. Все, что в детстве Иосиф видел, друзья, все это свершилось только еще больше, чем можно себе представить. И звезды, и луна, и солнце, все поклонилось. В точности. Понимаешь? Обалдеть. В точности только еще больше, чем можно было представить. Весь мир пришел к его ногам. Кроме отца и матери, все народы пришли за хлебом. И Иосиф распоряжался этим. Да. Понимаете? Верьте Богу всегда. Понимаете? До конца нужно идти и верить. Могут быть такие испытания, которые просто, ну, знаете, просто будут касаться вашего сердца. Понимаете? Касаться вашей души. Просто нужно все равно знать, Иисус, Он ждет нас, чтобы исполнить то, что Он показывал, то, что Он обещал. Понимаете? Бывает, само испытание настолько глубокое. Вот насколько глубокое, настолько же высоко Бог тебя поднимет. Понимаете? Да. Насколько же могут тебя опускать, унижать, вообще там растаптывать твою репутацию. Знаете, репутация – это то, что говорят люди. Да. А характер – это то, кто ты есть на самом деле. Да. Репутация Иосифа была растоптана. Понимаешь? Однако это не помешало Богу взять и сделать его самым главным. И, наверное, Патифар оказался, может быть, в очень затруднительном положении. Особенно жена Патифара, которая обвинила его в этом, да? Да. Могла оказаться вообще… Апостол? На раздаче хлеба. Да. Мне такое вообще… Вы сейчас рассказали эту историю, у меня такие глаза, я просто в шоке. Один из моментов, который я никогда в Писании этого не видел. Вот сейчас, когда вы сказали, представьте, фараон, у него пришла нужда. Вот он сидит, и у него трудности. И к его ушам дошло, что есть человек, который шарит в Божьих вещах. Извиняюсь за такое слово. И представьте, вызывают. И фараон вообще не вник в его статью. Он же мог сидеть и думать. Так, стой. А у него-то была какая-то статья. Ну, фараон-то мог бы сидеть и думать такой. И даже не начал ковыряться. А правда? А неправда? Он понял, что что-то на это… Да? Вот как… Конечно. Меня вообще шокировало, вы сейчас когда сказали. Бывает иногда, человек приходит, у него есть нужда. Заболел раком, заболел то, не спит ночами. И вот он слышит где-то. Вот тут молится, и люди исцеляют. Там освобождаются. И человек может обратиться, а может сидеть подумать. А правда ли вот что-то какие-то моменты? Сплетни какие-то собирать или еще что-то. Понимаешь? Ну, люди часто, они говорят, знаете что? Мы хотим пережить Бога. И сам Бог как управляет их мышлением, как фараоном. Да, да. Понимаешь? Бог дал фараону, и он увидел дух Бога на Иосифе. Понимаешь? И вот в нашей жизни, знаешь, как бывает такое, что мы можем что-то долго проходить. Друзья, вот я говорил вам, услышьте меня. Вот все, в основном люди, они так в жизни настроены. Я говорю, знаете, братья, вот послушайте все. Все, кто меня слышит, вот здесь и там, у экрана, на краткометровку. Понимаете? Вот сто метровку пробежать и все. Понимаете? Вот раз, и пожалуйста, помоги мне, Боже. А если не поможешь, как будто бы раз, и ты думаешь, Господи, ну где ты? Ты теряешься. Ты думаешь, что Бог, Он как будто не будет делать то, что Он вложил в твое сердце. Он произвел в тебе хотение и действие, Он произвел в тебе свое желание. Ты знаешь, что это желание Божье. Ты сам свидетельствовал. Когда ты остаешься один на один в испытании, ты начинаешь сомневаться. Ну, это нормально. Но ты не теряешь все равно веры. А как будто бы дальше. Вот знаешь, что все равно Бог исполнит то, что Он проговорил тебе в твое сердце. Он все равно это сделает. Он все равно тебя поднимет. Он все равно сделает свою работу. Просто бывает такое, что Богу нужно произвести работу сначала внутри тебя, а потом только уже вне тебя, то есть через тебя, понимаешь? И для тебя, понимаешь? Поэтому вот бывает такое, когда внутри тебя эта работа, почему она долгая? Потому что вот Иаков говорит в своем послании, в первой главе, Он говорит, с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Ибо, зная, что искушение вашей веры там производят, и там говорится долготерпение, совершенно. То есть совершенство – это долготерпение. Поняли? Да. Вот совершенство, оказывается, никто не понимает, что такое совершенство. Это уметь долго терпеть. Что значит терпеть? Сохранять веру. Поняли? Да. Потому что многие думают, что значит терпеть? Многие люди и так терпят. Нет. Долготерпение имеется в виду, ты сохраняешь веру. Преодолевать. Да, ты сохраняешь веру. Сохраняешь ее долго. Вот это долго, это делает тебя совершенным. И Бог тогда начинает действовать уже на основании того, что ты человек совершенный. Совершенство – вот это и есть долготерпение. Хранить веру, может, в каком-то длительном испытании. Потому что вот ты привык, вот ты так знаешь Библию, вот ты так видишь, вот так тебе кажется весь мир. И ты даже не думаешь, что Бог погрузит тебя во то, что ты будешь понимать, что ты один. И никто вообще тебя не понимает. Никто даже и не думает, что с тобой Бог. И никто не думает даже, что с тебя там будет что-то. Ты как будто отвержен. Не переживай. Знай, что, во-первых, всегда есть люди, которые знают, кто ты. И всегда рядом с тобой есть Христос, который всегда держит тебя, поддерживает тебя. Знай, что ты не один. Аминь. Аминь. И вот, знаешь, заключение нашей передачи, что Христос поддерживает нас, бывает, через других людей. Да. И бывает совсем не через тех, кому мы там помогали, совсем не через тех, от кого мы ожидали. И бывает совсем не через сильных, о которых мы думали, а через тех, кого ты совсем не думал. И может даже не замечал. А Бог именно через них тебя и исцелит. Бог через них тебя и поддержит. Бог через них тебя и благословит. И именно с ними Бог тебя видит. Да. Это так есть. Пусть Бог благословит всех. Да, пусть Бог вас благословит. Если честно, это классно. Вы такие истины вскрываете. Я нигде никогда не слышал, да, за мужчины, чтобы вот настолько сильно вытаскивали такие вопросы на виду. На обозрение. Да, спасибо. На обозрение. Спасибо. Я думаю, миллионы людей услышали для себя. У тебя нужно поучиться, как вообще быть открытым и честным. Да. Вообще это пример, большой пример. Вот лично для меня это большой пример. Для меня тоже это большой пример, потому что в жизни же говорят, вообще в миру говорят, что тот, кто не скрывает своих чувств, не скрывает от окружающих, что он где-то там раним. Где-то вон. Ну, то есть кто не скрывает, значит, он не носит масок, значит, он силен. Да. Вот так говорят в миру. Правда? Да. Да, да, да. Знаете, мы все в самом деле нуждаемся в том, чтобы мы могли вот просто открываться. Ведь даже те, кто носят маски, они их не носят, потому что им хочется. Да, да. Они их носят, потому что они просто боятся. Боятся. Потому что, может быть, где-то они обожглись, может, вот где-то что-то произошло, и они закрылись. Да. Они закрыты. Многие люди так, знаешь, и всем нужно просто где-то вот слово Божье. Спасибо Богу за то, что он нам даровал слово. Да, да. Спасибо Бог. Что мы можем сегодня читать Библию, Боже мой, назидаться с нее. Назидаться вообще с этих посланий Павла, да? Да это вообще. Боже милостивый, какое счастье вообще все это. Ведь это все приносит нам такую радость, такую победу, такое вдохновение, такое счастье, что... Ты начинаешь просто думать, Господи, спасибо Тебе, потому что слово Твое, оно какое-то шивотрепещущее, да? Живое. Живое. Живое, да. Да, оно какое-то такое живое, такое действенное. Спасибо Богу. Да. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо вам, да. Пусть вас Бог обильно и обильно благословит. Мы любим вас, братья дорогие, мужчины. Кто бы вы ни были, чем бы вы ни занимались в жизни. У всех у нас есть душа, все мы нуждаемся в том, чтобы нам переживать Бога. И вот в этой передаче главная мысль в том, что Бога мы можем переживать как вот лично, да? Да. Так и Бог может приходить через наших близких, с кем мы общаемся, через наших друзей, через людей, которые рядом с нами и с которыми мы можем общаться. И Он может через них нас утешать, через них нас поддерживать, через них нас вдохновлять. Дух Святой через них действует больше, чем мы можем почувствовать это лично напрямую с Богом. Не всегда мы можем это почувствовать. Поэтому пусть Бог вас благословит. Пишите нам. Я думаю, вы увидите телефоны сейчас наших братьев, их имена. Пишите и делитесь тем, что в вашем сердце. Давайте дружить. Давайте общаться. Давайте общаться, давайте дружить. Все города страны, пишите, пишите. Не важно на каком языке. Да, на любом языке. Сегодня язык это не проблема. Взяли в переводчике, перевели. Хоть мы, хоть вы, это разницы нет. Конечно. Пусть Бог поможет вам. Мы будем рады общаться и дружить с вами. Пусть Бог вас обильно-обильно благословит. Спасибо вам. Пока. 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 Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok